В Екатеринбурге один за другим закрываются киоски. На прилавках больше нет пива, а значит нет и клиентов. Сухой закон о торговле пенным напитком начал действовать с начала года. Предприниматели теряют деньги, продавцы работу, но все ли в завязке? Подробнее Мария Новикова. Пьянству бой в этом ларьке на тракторной объявлять и не думали. Оперативникам легко продают пенный напиток. Но от проданного алкоголя не краснеют. Говорят, о запрете впервые слышат. А, то есть вы не прекращали продажу? Нет, ну говорили, везде предупреждают, чтобы к нам не заезжали, ничего не предупреждали. А на остальных здесь, соседних точках, везде предупреждали, а у нас никто ничего не заезжал. Алкоголь с начала года могут продавать только до 23 часов, и то в крупных торговых точках. Тех, что больше 50 квадратных метров. Для сравнения, это два стандартных киоска. Всех, кто пиво не убрал, бьют рублем. Мы проверяем по всему городу. И сейчас в дальнейшем будет проводиться постоянный проверк. Индивидуальному предпринимателю, который осуществлял реализацию алкогольной продукции, грозит штраф от 30 тысяч до 40. Огромные штрафы пугают меньше, чем разорение. Если, допустим, не будем продавать алкоголь, нам вообще интереса нету работать. Да сейчас вы закроете. Конечно, закроемся. Зачем нам это надо? Новый сухой закон уже нашел своих сторонников. Мария Семеновна сама не пьет. И другим не советует. Я считаю правильно, потому что неприятно видеть пьяных везде. Тем более детей. Но остатки, видимо, они еще торгуют, потому что я вижу, в киосках пиво стоит. Вот так на остановке стоишь, в киосках пиво есть там еще. А вот Вячеслав Николаевич уже на грани депрессии. Ну, идешь ты вот с работы, например. Пить захотел. Зашел, купил бутылочку пива. Пошел дальше, давно не ехал. А тут нету. Приходится ехать. Смыслу нет. В поисках пива по всему городу сейчас колесят и полицейские. И это полная пивная зачистка. В Екатеринбурге киоски закрываются один за другим. Скоро им попросту нечем будет торговать. Ведь кроме пива под запрет попадут и сигареты. Так что понятие ларька может вообще исчезнуть с лица городов. В этом случае, по подсчетам аналитиков, без работы останется четверть миллиона россиян. Впрочем, их уже готовы принять в крупных торговых центрах. Мария Новикова, Иван Марунин. Новости 41-го канала.